Ребят, всем привет! Мы находимся в установочной студии Автостиль, город Арзамас, Нижегородской области. И в центре Нижегородской области, в городе Арзамас, у нас стоит газель из города Кемерово. Кузбасс, центр угольной добывающей промышленности. Ровный номер у Андрея Жиганова такой же. Фишкой этой газели является то, что здесь произведен свап. Здесь установлен тойотовский 3UZFE. Пойдемте покажу. 4,3 литра мотор. Муравьиный такой, да? То есть у нас сегодня на обзоре будет еще усилитель Kicks N-Grand Line F4. Это новенький 4-х канальный усилитель, который будет сердцем аудиосистемы в нашей газели. В нашей газели такое вот подкапотное пространство. Очень мощный мотор, 4,3 литра. Здесь будет установлен большой фургон, удлиненная рама, которую тоже будут делать в Нижегородской области. Будет пневмоподвеска. Ну, а я в свою очередь вам расскажу про аудиосистему в эту машину. В одном из следующих видео на втором канале. Ну, а сегодня у нас на обзоре будет 4-х канальный усилитель Kicks F4 серии N-Grand Line. Погнали! Судя из наименования N-Grand, муравьиные серии, да, мы таких... Блин, подожди. Усилитель поставляется в коробке. Сы... В такой миниатюрной коробке находится не менее миниатюрный усилитель. Открывая занавес, скажу вам, что они у нас в магазине появились еще полтора месяца назад. И у нас лежат на витрине, мы их не стали раскрывать карты раньше времени, но многие из вас ждали, просили видео именно на Angry Ant F4. Ребят, что же это за усилитель и чем он примечательен? Во-первых, его цена 12,990. Во-вторых, мощность 4 канала по 200 вар. В-третьих, очень развитая фильтрация. От 40 Гц до 8 кГц. То есть, любую пару каналов мы можем использовать как на твиттеры, на мидбасы, либо мостовое подключение на сабвуфер. В автозвуковом журнале он называется CarMuse. Рубрику ведет Антон Николаев. Отдельно ему спасибо. Отдельно ему привет. Антон делал тест этого усилителя. Я посмотрел многие фишки. Не буду вам рассказывать про интермодуляцию, про коэффициент нелинейных искажений, про демпинг-фактор и многие-многие технические параметры усилителей. Простыми словами вам расскажу. Кроме подключения по входу низкого уровня, другими словами РЦА-разъема через тюльпаны, мы можем подключиться по входу высокого уровня. То есть, просто берем сигнал с передних или задних динамика, их сюда заводим. Единственное, нам нужно подключить будет провод рем, чтобы усилитель включался и выключался в нужный момент времени. К примеру, и как-то был подключен к замку зажигания, чтобы аккумулятор не разряжался раньше времени. С левой стороны, помимо разъемов высокого и низкого уровня, мы видим крутилки. Это уровень гейн, другими словами, левел. Переключатель high-pass, full и low-pass фильтр на правой стороне, соответственно. И регулировка кроссовера. То есть, выбираем нужную частоту среза при настройке аудиосистемы. С противоположной стороны видим силовой разъем, плюс-минус рем, акустические терминалы для подключения акустических проводов от динамика. А замечу одну достопримечательность. Вот здесь вот не пластиковые ушки, а металлические. Это очень важно, ребят, когда усилитель стоит под полкой. Были случаи, я не буду вам называть, с какими усилителями мы сталкивались и потом тюнинговали вот эти ушки, отламывались. Отламывались потому, что они были там пластиковые. В коробке производитель нам подготовил инструкцию по эксплуатации. Гарантийный талон. Потом достаточно надежное упакованное изделие. Его размер чуть меньше альбомного листа формата А4. И проводочки. Как раз для подключения по входу высокого уровня. Многие из вас знают, да, мы в каких-то случаях ставим линейные преобразователи, конвертеры высокого уровня. А здесь можно подключаться так. В Газели мы подключимся именно по входу высокого уровня. И я вам расскажу уже в следующем видео. Поделюсь впечатлениями, как это работает. Щелкает это, не щелкает. Хлопает, не хлопает. Но я больше уверен, что там все будет четко. С теплотой на душе, и вот только теплыми чувствами. Вспоминаю вот ту предыдущую линейку Kicks N-Grand Line. 4.150 модель была. 1.1000. У нас остался один. Он у нас в резерве стоит, по-моему, даже оплаченный. Вот этот усилитель. Они имели вот такие вот ребра. И в центре вот такая вставка. Сколько десятков или даже сотен усилителей мы поставили. Не буду врать, не буду тратить время на пересчеты. Но вот обновленная моделька обещает быть еще лучше. Во-первых, мощность. Несмотря на то, что D-Class обещает быть более музыкальной. Без резкого верха, без гудящего баса, все должно быть ровненько и все должно играть замечательно. Ну, в принципе, у компании Kicks такой серьезный подход. Совсем недавно, на прошлой неделе, к нам приезжал один из разработчиков акустических систем ТРЦ. Это в том числе разработчик именно вот этой линейки N-Griant Line. То есть все должно быть в елочку, все должно быть хорошо. Мы обязательно их будем ставить в ваши аудиосистемы. Усилитель, который можно поставить в любую нишу, под сидение, в какие-то скрытые полости багажника. Я вам с уверенностью могу сказать, что в предыдущей линейке переставили уйма. Один-единственный раз, по-моему, там мы топ, не знаю, как сабвуферный усилитель у нас там что-то, то ли постоянку дал на сабвуфер, но у компании Kicks очень отзывчиво работают в сервисном центре и как бы нам все это просто заменили на новые железки. Ребят, вот компактный усилитель 12 990, 4 канала по 200 Вт. Универсальные каналы, которые можно использовать, еще раз повторюсь, к примеру, на акустику фронт-тыл, либо просто по канальный фронт, там твиттеры и мидбасы, либо фронт плюс сабвуфер мостом. Единственный момент, многие из вас часто спрашивают, но повторением отчищения заострю, да, что мост двух каналов в низкомную нагрузку подключать нельзя. Нельзя, потому что схемотехника не позволяет, усилитель будет перегружен. А один из четырех каналов, любой канал, можно подключать, даже, правильнее будет сказать, пару каналов в 2 Ома. Спокойно, этот усилитель рассчитан на низкомную нагрузку. Ребят, у нас вот такой беглый обзор, первое знакомство с достойным усилителем. Сегодня было видео. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Нажмите красную кнопку, нажмите палец вверх. Нам это очень важно, вам многим без разницы, а нам приятно. Все-таки давайте будем взаимно друг к другу. Я с вами прощаюсь ненадолго, вернее, до завтра на втором канале. С газелью видео будет через пару дней. Ну, а завтра интересную громкую систему выложу вам на канале D.V. Двигайтесь с музыкой, ребят. Всем пока, будь добрым. Среди старинных домов и дворов Арзамаса, слышен музыки панч и вибрации баса. Мотовый кузов, хром как кикатит, топиль фронтера. Валит автостильно, положи своя атмосфера. Спасибо. Спасибо.